Вдруг стали возникать всякие идеи по перестройке программы, но всё-таки продолжу по дискам. Альбом, который называется «Песни фантазии», он отличается от всех остальных, что он весь на моей стихи, и сделан с аранжировками, очень часто электронными, компьютерными и так далее. То есть мало было гитары. А из-за того, что там много всяких таких взглядов на звёзды в космос и так далее, потребовались синтезаторные всякие штучки. И название такой «Песни фантазии» может быть по аналогии с музыкальными жанрами, как там есть всякие сонаты фантазии и так далее, пьесы фантазии. Ну, наверное, чтобы не объяснять, что это такое, назвала фантазией всё, вот если так уж честно говорить. Вот, и начнём с песни «Звёздная река». «Звёздная река» Я не знаю, кто землёй вертит моё дело сочинять сказки, разноцветные искать краски. Если можете, вы им верьте, потому что этот мир зыркий, потому что наша жизнь море, что возникла из глубин горя, по веленью золотой рыбки, потому что все мы лишь дети. Не по росту нам судьба взрослых, что досталась от времён прошлых и поймала нас в свои сети. Мы бы вырваться из них рады, чтоб вернуться к своему детству, но лишённые пути к бегству устремляем к небесам взгляды. Ты, о, звёздная река, Кто по тебе плывёт, Кто смотрит сквозь века, Вглубь серебристых вод О, звёздная река, Моё дело сочинять сказки О загадочной ночной птице, Что меняла каждый миг лица И не искала у людей ласки И летала от земли к небу Между солнцем и луной билась И кому-то по ночам снилась Одинокое её небо Но однажды при лучах света За распахнутую сном дверью Обнаружились её белья Небывалого для птиц цвета Говорят, что если взять в руки И теперь ей взмахнуть дважды То услышит наяву каждый Нисходящий с небес звуки И вот звёздная река Кто по тебе плывёт, Кто смотрит сквозь века, Вглубь серебристых вод О, звёздная река Звёздная река 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 Спасибо Что-то сознание куда-то сдвинулось Да, звёздная река, понятно Зато красиво Уж свои-то слова-то я уже Вроде бы уже не знаю Ну ладно А сейчас песня, которая У меня вообще часто Одна-две песни присутствуют Ну как будто у меня по цепочке Так в диске сцепляются Какой-нибудь песней, которая есть И там, и там Ну в разных аранжировках, например Вот Ну вот песня Как летели бы мы Да, на шарике Я её называю Детская космическая сказка Что-то такое Вот она есть И на диске Песни фантазии И где ты отчий дом И вот Прямо вот так и называется Пластинка, которую Оформляла Оля Чейкина Попробуем её спеть Как летели мы Да, на шарике Да, на шарике Ой, на маленьком На кораблике Сквозь вселенную Сквозь галактики Шарик вертится Шарик вертится Звёзды светятся Шарик вертится Звёзды светятся Я гляжу на них Удивляюсь Удивляюсь Как же это всё Получается И кто сказочку Эту выдумал Ой, кто сказочку Эту выдумал И какой И какой В ней Для людей Намёк Нет В ней Двух страниц Одна Первая Чтоб не Помнили Как Родились А Последний Нет Не Написано Чтоб Не знали Мы Не Пугались Чем же Сказочка Это Кончится Чем же Сказочка Это Кончится Как Летели Мы Сквозь Вселенную Сквозь Галактики Да На Шарике Шарике Ой На Маленьком На Кораблике и А Вот мы пели с Леной песню Манана Минады Сейчас песня, которая ей посвящается Я когда первый раз увидела Манану в Берлине По-моему, в 96-м году аж У меня возникла ассоциация с птицей Феникс Вот так возникла эта песня Чудный сон мне снится Плачет феникс-птица Плачет одиноко На горе высокой Угли глаз плавают Боль свою скрывают Боль больших и сильных Обожженных крыльев Но так чистый светел Серебристый пепел И таится в тризне Возрожденье жизни Таится пенье В ветрах дуновенье Словно шепчет кто-то Завтра день Ворота Резкий переход Очень резкий переход Это альбом петербургский Петербургский альбом Возник он таким образом Лена записала пластинку Моя Цветаева Коля записал пластинку Мой Гумилев Наверное сначала Он записал Я уже не помню Все ждут От нас с Сашей Я говорю У меня нет Ни моей Цветаевой Ни моей Вообще никого моего нет И вообще Ни одного поэта Чтобы набрать на целый альбом Чтобы это была концепция У меня нет Потому что Я как-то у поэта нахожу Одно-два стихотворения Мне они нравятся А вот так вот Чтобы вот раз Открыл И написал У меня такого нет Вот сидела Думала А в принципе У меня Петербургских поэтов Вот просто Уже вполне так Но какая может быть идея Петербургский альбом Стала думать Боже мой Как же объяснить Те песни Которые там То есть там не всегда Поэты-то Петербуржцы Не всегда они родились В Петербурге И стихи-то Не про Петербург Но вот Не знаю По какому-то духу Вот По какой-то атмосфере То есть они Вот Все равно Все эти стихи Выбраны Петербургские Ну или Вот Не знаю Может я не права Но у меня было Такое ощущение Вот Так возник этот Альбом Но Исполнять тоже Сейчас я оттуда Почти ничего не могу Опять там Рояль Альт Это Наверное Вот как Диск На стихе Ахматовой Такой же Академический Получился Альбом Вот И мы Споем Две Две крайности Сейчас Пушкина И Хармса Которые там Присутствуют И которые Как-то Можно Изобразить Здесь Пуш Пушкин Это конечно Наглость Вообще Страшная Мне было Поначалу Ну просто Стыдно Александр Пушкин Тире Татьяна Алешин Вообще Писать Вот Что делать Вот И целых Там Четыре Романса И Пседоним Я не взяла Когда-то Потому что Решила Что я Ничего не буду Писать такого Чтобы мне было Стыдно Поставить Свою фамилию И мучаюсь Теперь В общем Всю жизнь Ничего такого Написать Никак не удается Да Вот Ну и Огромная Наглость Взять Вот Это стихотворение Которое Ну столько Вариантов Классических Академических Существует Но они Мне Никакие Не нравились Скажу честно Вот Кому-то Не должно Нравиться То же То Что у меня Получилось Ну В общем Рискнем Любовь Еще Быть Может В душе Моей Угасло Не совсем Но пусть Она Вас больше Не тревожит Я Не хочу Печалить Вас Ничем Я Вас Любим Безмолвно Безнадежно То Робостью То Ревностью Томим Я Вас Любим Так Искренне Так Нежно Как Как Дай Вам Бог Любим Быть Другим Я Вас Любим Безмолвно — Однажды мы с Леной присутствовали на душераздирающем споре в доме у художников, костюмеров, театра, молодежного театра. — Собрались люди, которые не переносят Хармса, но фанатически любят Пушкина, а другие не переносят Пушкина и также фанатично любят Хармса. И мы с ужасом наблюдали, как уже дело доходило почти до драки. Это я к тому, что сейчас прозвучит. Следом после Пушкина сразу же Даниил Хармс. — Мои друзья из Витановы, Алексей Захаренков, Алексей Дмитренко создали виртуальный музей. — Он на самом деле реальный, у них есть чемоданчик Друзкина с рукописями Хармса, вообще там много всяких артефактов, как это сказать, но нет помещения. И они в музее Достоевского делали такую презентацию этого музея. И я узнала, что вот это стихотворение, которое я где-то нашла, сама не знаю, у них вот в рукописях, посвящено, по-моему, погибшим морякам. Я вот сейчас просто точно не помню, где и когда. И там немножечко были слова, не совсем. Ну, то есть другой немного вариант. Это совсем другой Хармс сейчас, не которого мы пели. Хармс сейчас. Мы закроем наши глаза. Люди, люди, мы откроем наши глаза. Войны, войны, поднимите нас над водой. Ангелы, 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 потопите врага под водой. Демоны, 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 мы закрыли наши глаза. Войны, 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 дайте силы нам полететь над водой. Птицы, птицы, дайте мужество нам умереть под водой. Рыбы, рыбы, рыбы. Гуляла белая овца, блуждала белая овца. Звала ягнята, кричала в поле над рекой. Звала ягняты мелких птиц, махала белой рукой. И передо мной лежала ягнята, звала меня ступать в траву. А там, в траве маша рукой, гуляла белая овца. Блуждала белая овца. Гуляет белая овца. За нею ходит козерог. С большим лицом в кругу святых. В лохматой сумке, как земля. Стоит на пастбище, как дом. Внизу земля, а сверху гром. А сбоку мы, кругом земля. Над нами Бог среди святых. А вы ж белая овца. Гуляет белая овца. А-а-а-а-а. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а. 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 Попробуем это сыграть. Диск «Ветер с севером». Как-то так странно получилось, что именно оттуда можно было бы спеть очень много песен, потому что он составлен, наверное, как сборник, концепции никакой нет. Или кажется, что нет. Просто, видимо, что накопилось, что хотелось писать, то вот и сейчас пойдут совершенно разношерстные вещи. Как подует ветер с севера, Отвяжу челнок от дерева, Оттолкнусь ногой от берега, Поплыву долой с материка. Лежит в спине, Глядя в облака, Слышу в полусне, Как течет река, Я несу в океан рыбака, Я несу в океан рыбака, Я несу в океан рыбака. Так прощай, земля бесплодная, Мне милей пучина водная, Мне родней пространство звездное, Стою с тобой бесслезно. Я, чтоб меня несла, Колыбель моя, Лодка без весла, Лунная ладья В недоступные смертным края, В недоступные смертным края. Между скалами и льдинами, Над коварными глубинами, Вслед за мудрыми дельфинами, Укрываясь за их спинами, Между древними селеньями, Между звездными скоплениями, Вслед за дикими оленями, За летящими мгновениями, Чтобы проскочить между звеньями, Сердце приучить к ускорениям И захватить сотворение миг. Чтобы разгадать Замысел Творца, Чтобы дочитать Книгу до конца, И от солнца не прятать лица, И от солнца не прятать лица, И от солнца не прятать лица. Вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И о ужас! Мы пели ему наши песни. Он читал стихи, просто в это трудно поверить. И когда я спела как раз Цветаеву из цикла «Дон Жуан», он открыл это стихотворение и сказал, вот вы могли бы написать. И вот такая вот песня «Костер цыганский». Костер цыганский, где все сгорело, сгорела юность, сгорели страсти, сгорело тело, былое тело, сгорели кудри цыганской масти. Костер цыганский, моя отрада, лежит во мраке ночное поле, а все же сердце чему-то радо, последней воле, последней боли. Костер цыганский, тебя целую, и не прошу я тебя воскресни, давно сгорели и стрили угли, давно цыгане ушли с песней. Костер цыганский, где все сгорело, сгорела юность, сгорели страсти, Сгорело тело, былое тело, сгорели кудри цыганской масти. Сгорело тело, былое тело, сгорели кудри цыганской масти. Костер цыганский, моя отрада, лежит во мраке ночное поле, А все же сердце чему-то радо, последней воле, последней боли. А все же сердце чему-то радо, последней воле, последней боли костер. Костер цыганский, тебя целую, и не прошу я тебя воскресни. Давно сгорели и стрили угли, давно цыгане ушли с песней. Костер цыганский, где все сгорело, сгорела юность, сгорели страсти, Сгорело тело, былое тело, сгорели кудри цыганской масти. Вот сейчас театральная история. Лена не играла, но ноты мы взяли. Попробуем вспомнить. Вот я уже упоминала театр кукла, для которого был написан Хармс, Дни летят как ласточки. А сейчас прозвучат задачки по физике, Которые звучали в исполнении актеров в Водевилях Чехова. И у нас тут сидит даже ребеночек такой, который вырос в театре в этом. И мог даже эти спектакли играть наизусть. Очень многие. Я очень рада, что пришла. Конечно, те задачки в исполнении актеров совсем по-другому звучали. И вообще на всех были такие фраки из дирюги. Дикие совершенно прически, какие-то гримы страшные. Вроде бы как Чехов, но все это было такое очень... Да, был у нас контрабас, банджо и альт. Вот такой состав инструментальный. Это три задачки по физике. Просто режиссер Евгений Угрюмов, с которым мы работали очень долго, потрясающий режиссер, который сейчас живет в Германии, он услышал у меня эти задачки, которые просто так вот... О, это то, что нужно. И он... То есть это прямо из учебника по физике? Да, это прямо из учебника по физике. Да, настоящие задачки. Мы их там исполнили в 87-м первый раз в году. Спектакль запретили. Была голодовка, забастовка. Нас таскали по КГБ, обкомам, райкомам и так далее. Вызывали комиссию. Меня спрашивали, что вы имеете в виду под ускорением тела. В общем, они приглашали физика. Физики им говорили, что это на самом деле задачи по физике. Меня выпустили. Короче говоря, вот такая история. Очень дико сейчас все это звучит. Но оно так вот происходило. Первая задачка – это как бы цыганский хор поет. Вторая, как бы какой-то блюзово-джазовый ансамбль. А последняя, как бы, знаете, похоронная песня. Вот такое сейчас. Это, значит, задачки по физике из раздела механика тела. Задача первая – движение. Задача первая – движение. Тело массы М, тело массы М, движется вверх по стене под действием силы Ф. Направлена сила Ф, направлена сила Ф под углом А к вертикали. Найти ускорение тела, найти ускорение тела, коэффициентом трения пренебречь. Найти ускорение тела, найти ускорение тела, коэффициентом трения пренебречь. Скольжение тела. Тело. 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 что я там наврала падение тела. Свободно падающее тело Безначальной скорости вниз летело. Через какое-то время, тик-так, После начала падения, тик-так, Тело находилось на высоте Тысяча сто метров, метров, А еще через время, тик-так, Через десять секунд, тик-так, Было между телом и поверхностью земли Сто двадцать метров, метров, Найди, с которой высоты тело Вниз свободно падала, Вниз летела С какой высоты, с какой высоты Упало тело, упало тело Дальше там шли веселые пляски, Веселый отыгрыш этого всего. А сейчас я хочу снова Лену пригласить, Чтобы мы вместе это дело завершили. Сейчас мы решим, что сейчас. Лена спрашивает, что будет. История с дисками закончилась. Только был еще один, про который я говорила, Нелицензионный и такой первый, Который Лена заставила выпустить, Можно сказать, Заставила записать и выпустить, Который назывался «Не о любви, прошу». Знаете, я вам скажу, Что происходило очень интересно много лет. Таня, видите, человек очень скромный. Она, да. Не знаю. Я пошла… Не знаю. Даже стала застенчивой. И очень часто, Я когда приезжала в гости, Я говорю, Таня, значит так, Я приеду в следующий раз в Петербург, Пять песен новых напишу. И писала. Все классные. Я в последнее время перестала это делать. Нет, а просто так думаешь, Кому это надо все, Песни эти, кому это… А вдруг Орлов говорит, Чтоб пять песен было, ей надо. Да, чтоб мне было нескучно. Пять новых. И она бедненькая, чтоб это мне было нескучно. Я еще вот пимпочка. Так ты мне в последнее время мало говоришь об этом, да. Мало? Да. Давай запиши целый диск задач по физике. Мне так понравилось, Мне считают, что надо… Я бы уже давно развела бы эту тему, И записала бы диск. Как хорошо, что нет такого концерта, Диски Фролова. Это бы не закончилось никогда. По одной песне, два дня, по четыре часа. Марафон. Это молодец марафон. Она говорит, ты по одной песенке, С каждого диска. Вот и те концерты. Разве я могу по одной песенке? Ну как это вот? Магнитную индукцию. Да, я ищу вот пимпочку, ты сам. Кто мне поможет? А, конец, да. Я ищу конец. Конец? Молодец. Вот я ж знала, что… Или про правила дуракчика. Ну вот, не знаю, ну… Казанцева? Ну вот мы с Таней… От меня туда не надо, Кападест разом бежать. Он там… Открой эту самую крючку. Ну у нас тут день рождения Лены Казанцевой был недавно. Вот. Ее спрашивают, почему ты не празднуешь свой юбилей? Она говорит, чтобы все знали, сколько мне лет исполнилось. Чтобы все сидели, радовались и праздновали. Потому что на самом деле… Мы посмотрим на тебя, где ты будешь праздновать свой юбилей. Куда ты уедешь? К тебе в гости. Ну хорошо. Не, ну на самом деле, Лена, у нас это действительно такое национальное достояние. Я считаю, Казанцева, да. И поэтому мы, если Леночка вдруг нас там, не знаю, видит где-то или увидит, вот, мы хотим сказать, что бесконечно любим. Здесь все скучаем, понимаем, что очень сложно сейчас вообще все эти передвижения, приехать и в принципе, и в частности, вот, но мы тебя будем петь и любим всегда. Вот, поэтому, скорее всего, мы сами к тебе приедем и устроим такое… Мы очень часто цитируем, вот, сочинить бы такой стих, чтобы шум в голове стих, или был бы такой шум, что мы думали, что ум… Да, гениально. Давно придуманы границы, не знаю кем и для кого, и почему нельзя объединиться вокруг большого сердца моего. Я так хотела на Украине, сейчас мы были прочитать стихотворение, но не дали, свет выключили, пришлось петь со всеми вместе. Ну, не важно, факт то, что, на самом деле, вот, у нас есть Лена, и, слава Богу, это большая радость наша, и поэтому у нас есть, что петь друг другу и друзьям не только на концертах, но и на кухне. Я, я тасую от дна, от денёшника, Догорают в окне небеса. На извозчике едет Алёшника, У него голубые глаза. На извозчике едет Алёшника, Неизвестно куда и зачем. Я таскую от дна, от денёшника, Даже белого хлеба нет. А извозчик в тулупе и в варенках, Погоняет лихого коня. Я любила и старых, и маленьких, Но никто не полюбит меня. Я тасую от дна, от денёшника, Догорают в окне небеса. На извозчике едет Алёшника, У него голубые глаза. На извозчике едет Алёшника, У него голубые глаза. У него голубые глаза. У него голубые глаза. АПЛОДИСМЕНТЫ Лена, конечно, поэт, это очень тихо, мягко. Всё дело в интонации, между прочим. Как вот с этими задачками по физике? Это мне в голову бы не пришло Так это увидеть, озвучить. Тань, это на самом деле... Как тебе это в голову-то пришло вообще? Что у тебя в голове такое гениальное? Парадоксально гениальное. Ну, просто они очень... Ладно, я расскажу. Вот просто откроешь задачку, а там написано Пенопластовый шарик Покоится на деревянной доске. Снизу в него выстреливает пуля Со скоростью там такой-то Подпрыгнет ли шарик? Трудно пройти мимо. Там ещё есть у Тани про... Моя любимая про Буратино. Папа Карло сделал для Буратино. Ну, мелодия какая! Что же ж надо... Это в следующий... В следующий раз. Заметь, это в следующий раз. Таня, очень редко ты стала к нам сюда ездить. Особенно с сольными концертами. Я тут, понимаешь, я тебе тут мешаю Эта самая... Всю атмосферу твою этого, ну... Искажаю. Искажаю, не порчу, но так меняю немножко. Правильно? Правильно, да? Ну ладно, хорошо. Это хорошо. А то я сейчас переживаю. Сейчас как вы до своей импульсивности. Мы с Тани эти... Удав с мартышкой-то. Интересно. Жизнь это очень хорошо, очень помогает. Потому что мне всё время когда-то стремлюсь. А стой! Или я там... Стремлюсь. Пусти быстрее! А на концерте иногда... Мы... Я когда просто про Азию рассказываю... Вот нас четверо. И... Ну вот если квадрат представить, да? То... Например, Саша с Леной. Вот они... Смежные грани, они ближе друг к другу, да? Я с Сашей противоположные. Но через Лену, да? Вот как-то вот я с ним... Вот. А Коля с Леной противоположные грань. Но через меня они как-то... Это я вот для себя... Как я через цвета и вас постерну. Потому что у нас Лена с Сашей более стихийные люди. А мы такие какие-то немножечко, да? Простроенные. Простроенные, да? Простроенные? Не знаю. Не знаю. Ну, как-то так. Коля у нас главный концептуалист вообще. Коля, конечно. В каждом своем месте, конечно. Но мне, например, очень вот помогают эти вот... То, чего у меня нет, а есть у Лены, например, у Саши. Да? Что это у нас такое есть? Интересно. А есть вот. Свобода. Да ты что? Ага, да. Свобода, стихия. Теперь будут узнать, что у меня есть свобода. Классно как. Я не знала, Танечка. Видишь, как хорошо. Вы стихийные, вы свободные. А ты человек парадоксовый? Не знаю. Хорошо. Поговорили. Ну, комплиментов друг другу. Кукушка хвалит петуха. Ну, что? Давай забим Лену дальше. Ворону, что ли, петь? Расправить кукушку? А ты хочешь Казанцеву? Ну, продолжай. Ну, это тогда опять такой небольшой рассказ. Лена, будешь здесь дудеть? Приехала Елена Казанцева в город Санкт-Петербург. Слушай, да ты расскажешь, так как это. А у Коли есть песня на ее стихи. Вот. И у меня есть песня. И Коля взял и пригласил ее в свою коммуналку. Тогда это дом Мурузи. Ну, Коля там жил. Где сейчас, да, там вот фильм снимали по Бродскому. Вот. И сидит бедная Казанцева там в коммуналке. А мы ей поймем в свои песни. На ее стихи. Вот. И она так слушает, говорит, боже мой. Я совсем не это имела верно. Какой-то, какой-то симфонический оркестр вообще. Ну, вот. Так, так вот она была шокирована. Ну, попробуем. Сейчас я с ними не перепутаю, если ничего. Вот это в симфоническом оркестре. Вот в роли. Только вы меня не забейте совсем. Ну, я уже, я тихонечко не прошла. У меня уже силы, помитет на них, да? Это не 20 лет. Да, она нашла. На снегу сидят вороны. Видно, нет у них гнезда. Над моим микрорайоном Сходит ранняя звезда. Суета во всей вселенной Воронам наплевать. У меня болит колено. Нет кому поцеловать. У меня болит колено. Нет кому поцеловать. Суета во всей вселенной В югом глади небо кроем, Сломом красной дорогой. Я убру. Я убру меня за рою с нецелованной ногой. Я убру меня за рою с нецелованной ногой. Над моим микрорайоном Горит моя звезда. Да горит моя звезда. А вороны, как вороны, Разлетятся кто куда. А вороны, как вороны, Разлетятся кто куда. Я освободим всех. Ладно, я буду попробовать. Нет? Да. Где-то во вчерашнем концерте. В прошлое я еще не умею. История такая, что я люблю грузинские песни. Лена любит греческие песни. Я тоже люблю грузинские. Что ты? Да. Я решила тоже полюбить греческие. Но, как оказалось, музыка совсем не греческая. А она же канадская. Это Лорен Маккеннет написала. Но я услышала в исполнении греческой певицы Харис Алексио. И попробовала найти подстрочник в интернете. И, в общем, перевела этот подстрочник и эту песню Лени Фроловой в ее цикл греческих песен. Как бы это мой ответ. Ох ты! Да, да, да. Хорошо. Хорошо, ГДcel НЕФАЛИ. «Г experi», кстати, относилось. Субтитры подогнал «Симон» Юная Нефели носила ленту с нитью золотой И всех вокруг пленяла красотой И к ней с небес два ангела слетели, влюбленные в нее Ангелы хотели очаровать забрать ее с собою И напоить ее дурман травою, чтобы навек прекрасной Нефели забыла о земле И один похитил ее дыхание, аромат и нежность Другой присвоил херувин под силу стрелою сердца ей Божий милосердный ее спасает и в облаком носит В долину счастья от ангелов укрыв и спрятав от людей Субтитры подогнал «Симон» Юная Нефели носила ленту с нитью золотой И всех вокруг пленяла красотой И к ней с небес два ангела слетели, влюбленные в нее Божий милосердный ее спасает и облаком уносит В долину счастья от ангелов укрыв и спрятав от людей Божий милосердный ее спасает и в облаком уносит В долину счастья от ангелов укрыв и спрятав от людей Субтитры подогнал «Симон» Елена Белкина Все, последняя песня, последняя оптимистичная Как говорят, крайняя Крайняя, это когда песня «Отчаяние» На край вообще Так что Еще одну Ну это вот из альбома «Где твой чей дом» Так сказать, моя русская народная песня «Закличка солнцу» Когда у нас поворот? 22-го Да Вот сейчас как раз Уж как она небе солнцу красного слова Да Да Месяцу светлому ясному слава Да И Ветру вольному сильному слава Да Дай морю глубокому синему слава Вы падуйте ветры могучие на море Утопите волны кипучие мое горе Вы ударите воды студенные по песку Вы разбейте в брызги соленые груз коску Вы летите ветры крылатые над землей Разгорите тучи косматы надо мной Уж ты выйди, пригляни, солнце красное Освети ты нашу жизнь прекрасную Уж как она небе солнцу красному слава Да И Месяцу светлому ясному слава Да И Ветру вольному сильному слава Да И Море глубокому синему слава Сквоку Уже И Все Грузию просят Какую? Грузинскую Это следующий концерт будет Отдельно будет Татьяна Ильична и Грузия На самом деле Таня готовила Так как вечер Танин Таня готовила одну вещь Тетяна Табидзе Я так понимаю, наконец-то Давайте мы все-таки дадим ей слово Я понимаю, что ты хотела бы в Грузии, как в Черной Вазе Давайте мы просто дадим слово Тане Ты хочешь? Я хочу Ларис Ивановна Какую песню просили? Мы в Грузии или вообще в Грузии? Ты меня спрашиваешь? Спроси те, кого в России Тебе вопрос задали Какую Грузию? Больше никто ничего не ответил Я так хотела, чтобы мы так красиво вдвоем Втроем Втроем А ты хочешь оставить меня? Ну, я не знаю Втроем Ты с нами в Грузии споешь, Линька? Да что ты? Втроем? Спасибо Лева, включай Ну, чтобы потом в четвером, да? Да Спасибо, да Спасибо Мы в Грузии, как в Черной Вазе Мы в Азии, как на гвозде На остром, как таска, алмазе В невыносимой высоте На этом острове, как в Оспе Как в детской клятве на крови Мы утверждаемся в сиротстве Как обнесняемся в любви И в алой пасти В самой бездне Над нами свет многочинит И в пад небесе Как в болезни Сухая косточка стучит Сухая косточка стучит Мы в Грузии, как в Черной Вазе Мы в Азии, как на гвозде На остром, как таска, алмазе В невыносимой высоте Сухая косточка стучит На этой высокой ноте Татьяна Лешина Отпускаем в Санкт-Петербург Но, надеюсь, ненадолго И скоро увидимся снова Спасибо Татьяна Лешина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ